привет всем друзья да я не давно с вами только общался рассказывал как я устанавливал ubuntu 2004 сейчас я немного тестирую этот новый дистрибутив начал устанавливать софт который мне необходим а также логично да то что я полез установить драйвера на свою видеокарту и так сейчас списке доступных драйверов сейчас он прогрузится я надеюсь вот доступен следующий список драйверов я попытался установить последний актуальный нет тесты драйвер это invidia driver 390 и у меня с ним были большие проблемы я не смог до конца применить изменения не смог до конца установить этот драйвер система выдала ошибку сейчас в принципе перед своими экранами вы на скриншоте можете наблюдать какую ошибку я видел вот и мне просто пришлось перезагрузить систему потому что данный процесс был необратим у меня система просто зависла и все я перезагрузил хорошо что она запустилась и примененные были только стандартные свободные драйвера и также когда я записывал один из фрагментов видео и отсмотрю пытался вернее смотреть его на ubuntu у меня случилась следующая ошибка как обычно проигрыватель если вы устанавливаете дистрибутив без галки установить third party software до дополнительный софт у вас нету кодеков кодеке вы можете установить отдельно зачастую это нетривиальный процесс но я не смог до установить кодеке сейчас перед своими глазами опять же на скриншоте вы можете видеть ошибку которую я увидел эти кодеке просто не были найдены в новом софтвэй о центре также что-то странное происходит в целом subuntu software когда мы его запускаем у нас есть раздел выбор редакции у нас есть недавние релизы но у нас нету наших категорий у нас есть только поиск по которому мы можем искать необходимые нам пакет необходимое приложение и все у нас есть раздел установлено хотя здесь отображаются не все установленные приложения которые установил также добавил себе telegram через software центр simple screen recorder который записывает это видео у него не отображается иконка это тоже не есть хорошо неприятный баг telegram не отображается в этом списке хотя он установлен да есть какой-то список обновлений вот обновление я проверил мы видим что проверка была есть дата последний проект то есть software центр как-то вообще странно устроен то есть нету разбиение по категориям как это было раньше что-то странное то есть вот уже складывается не очень приятное впечатление бета более-менее неплохо себя показывала но в релизной версии вот уже я встретил две критических ошибки да мне не влом открыть терминал и установить те же кодеки и поэкспериментировать с драйверами установить условно там не 390 и чуть старее драйвер и меня будет все хорошо но обычный пользователь зачастую которому это не интересно либо может быть сложным он попытаться сделать по привычке через графический интерфейс и у него не получится ну и как бы это минус это как бы long term support дистрибутив здесь должно быть все гладко но к сожалению это не так я все-таки решил разобраться в чем же заключается проблема почему не удалось установить драйвер и почему так странно ведет себя центр приложений перейдем настройки я увидел что у меня стоит локальный сервер для всех пакетов да то есть локальный репозиторий ubuntu сервер украины переключившись на основной сервер обновив кэш зависимости я смог успешно установить проприетарный драйвера nvidia который был мне нужен сейчас перед своими глазами вы можете наблюдать непосредственно сам процесс установки проприетарного драйвера nvidia он осуществляется в ускоренном виде и сейчас понятно что вот все успешно установилась и все замечательно стало работать а также после перезагрузки я увидел что и центр приложений стал нормально корректно привычно отображаться все с ним стало в порядке у нас есть выбор редакции недавние релизы и все категории и мы можем нормально по ним перемещаться и видеть все необходимые приложения я замечаю что ubuntu действительно богатый выбор касательно софта по поводу отдельных приложений которые появились центре приложений можно заснять отдельное видео это в принципе все те основные моменты которые хотел выделить с моего опыта использования данного дистрибутива на протяжении недели в принципе дистрибутив неплох новая тема новый интерфейс приятно радует но все таки у нас еще очень много шероховатости я не смог установить кодеки используя графический интерфейс мне пришлось использовать терминал не пришлось мне пришлось руками менять сервер с которого качать пакеты вот установить установив основной сервер все работать стало хорошо но вот именно из внимания к деталям и составляется впечатление о продукте о дистрибутиве я считаю что данный дистрибутив хорош но обновляться стоит с опаской он работает он работает неплохо но вот есть те мелочи которые доставляют неудобства это все решаемо это не критично об этом нужно знать и каждый сам для себя сделает вывод устанавливать данный дистрибутив или нет в целом пока лбунта остается на моей машине я хочу протестировать его подольше и сделать свой отзыв спустя два месяца после того когда я буду использовать данный дистрибутив для всех своих основных задач на десктопной машине вот в принципе у меня на этом все всем спасибо за внимание подписывайтесь на наш youtube канал ставьте лайки прожмите колокольчик дабы не пропустить новое видео также хочу напомнить что у нас есть сообщество в telegram и канал о программировании джескод все ссылки в описании у джескода также есть telegram если кому интересно там очень много интересных статей и публикаций ну а на этом у меня все всем спасибо и до новых встреч пока пока